Я пришел, меня привел папа. Я сначала занимался футболом, а потом как-то, ну, футболом занимался летом, а зимой был у нас хоккей. И папа... шесть. Ты где начинал? Я видел, ты в Подольсвале где-то начинал там. Нет, я начинал в Электростале. А, в Электростале? Да. Там уже... Сразу брал клюшку в руки, учить деньги? Сразу взял клюшку и поехал. На удивление, свое же. Ну, то есть, тебе нравилось сгонять шайбу? Да, конечно. Ты первый фиге на школу. Ну, вот, Кристалл Электросталь. А первый тренер, кто ты скажешь? Первый тренер... даже не знаю, что сказать. Ну, Кобяков Евгений Георгиевич. Он как бы научил меня многому. И его сын тоже, Кобяков Андрей Евгений Георгиевич. Мы выиграли команду 35-1, поэтому... Что тебе больше нравилось, забивать или давать передачи? Давать передачи. И забивать, ну, как... Как и сейчас, в принципе. Как ты попал в МХЛ? В МХЛ я попал, меня... Я был в школе Витязя Подольска. Меня не взяли в МХЛ в русский Витязи. И знакомый тренер, который здесь работает, пригласил сюда. Сначала начинал с Синьорки здесь. Да, и потом вот в МХЛ забрали. Свой самый первый матч за Атланту, помнишь, в МХЛ? Конечно. Какие эмоции были? Ну, непередаваемые вообще. Переживал? На самом деле нет. Вышел? Я вышел как-то вроде... Сготопу. Да. Ну, было тяжело, понятное дело. Уровень повыше уже как-то и... Вот. Помню даже команду, против которой играл. Спартак. А, сразу? Сразу под Спартак, да, и... Отдал голевую передачу в первой же игре. А первую шайбу помнишь? Помню. Когда это было? В этом сезоне, да, Мурским Тигром. Здесь сейчас прям первая шайба дома лежит? Да. Да, со всеми наградами. Есть у тебя какой-нибудь ситуал перед матчем? На самом деле нет. Музыку слушаю, завожусь и все. Так особо ничего нет. Мы сейчас отойдем от темы хоккея. Мой обычный день как-то? Обычный? Ну, просыпаюсь. Там, понятно, завтрак, все. На улицу побросать шайбы можно, если... Ну, я про отпуск имею ввиду. А так, если в сезоне я просыпаюсь, иду на тренировку, потом у нас после льда зал, потом обед, и так вот в режиме такого реально. Сколько у вас тренировок, одна или две? Ну, иногда две, иногда одна. То есть, как тренер? Тренер, да, он смотрит за нашим физическим состоянием и сам делает. То есть, если вы там еле бегаете на первой тренировке, значит, уже вторая в 100%. Ну, он увидит, да, он сам это видит, что мы устали уже, как бы, надо паузу немного ждать. Любишь читать? Читать? Ну, не особо. Какую музыку слушать? Много какой, рок-н-рок, все, рок и все. Син? Да, Милан. Здравствуйте, как раз. Вот именно не в хоккейне на матче, а вот просто в жизни, конечно. Да. Какая это было? В школе. А, то есть, да. Да, как всех. Вступался за кого-то на улице? Нет, такого нет. То есть, еще... Ну, таких ситуаций не было, чтобы можно было заступиться даже. Ты начинал в хоккейной школе, видите, ну, от которой пришел, ты играл с Артемом Шакировым. Ты знал на тот момент, что ты вот встретишься еще с ним здесь? Ну, я не начинал, я там заканчивал, наоборот, да. Ты играл там? Да, и на самом деле я не думал, что я с ним встречусь здесь, потому что он как бы остался там, в русских витязях. Ну, когда ты узнал, что он будет здесь играть, как, ну, у тебя было, как хочу, что ты там будешь с знакомым играть, который там сыграть, может, немножко есть? Ну, на самом деле мне тренера попросили ему позвонить, поэтому я знал, что он придет. Да, то есть, ты его придет. Да, он как бы, с ним нормально общались все это время, и тренера спросили про него, я им позвонил, сказал, приезжай на просмотр. Ты в команде с хорошим чувством юмора, который всегда там шутит на любую тему? Ну, я думаю, это Сергей Соцкий и Константин Бобров, они вдвоем умеют пошутить над всеми. Что заставляет тебя вставать утром? Что? Что заставляет тебя вставать утром? Будильник. У тебя есть девушка? Нет. Играешь в какие-нибудь игры там? МПС, телефон, приставку? Я люблю, ну, очень хорошо играю в НХЛ, в ФИФУ. Какие команды берешь чаще всего? Кто там, кто там? Ну, в НХЛ я играю больше за Виннипек, а в ФИФЕ люблю... Сложно ответить на несколько команд. Атлетика, Мадрид люблю, Барселона там. Сейчас ты берешь телефон в руки, ну, за день. Да, конечно. А любимое приложение какое в телефоне? Это ты всегда пользуешься. Ватсап, наверное. Смотришь НХЛ? Да, конечно. На какой клубе болеешь? Ну, вот сейчас. Вот этот сезон я за Виннипек болел. А вот сейчас, как думаешь, Кубок Сенникова возьмет? Я за Ягас. Первый сезон? Ну, да. Вернемся к хоккею сейчас. Ты не ручный, ты не выделай. Конечно, да. Надо готовиться уже к новому сезону все-таки. Как ты настраиваешься на игры? Ну, в принципе, вот такой вопрос был. Ну, музыка, я говорю... Эминем люблю послушать перед игрой. Наверное, вот это самая особенность. Ты отыграл два сезона. Что тебе больше всего нравится? Город, болельщики, арена. Ну, вот арена, атмосфера, болельщиков просто... Непередаваемые эмоции, когда они за тебя... Столько много болельщиков болеют просто. Раньше такого не было просто. Против всех играл в НХЛ. Есть где-нибудь еще такая поддержка? Ну, в Крыльях, я думаю, вот это... Когда они собрали полную арену, я не представляю, что там было просто. Был случай, когда вас болельщики взяли после игры? Там поблагодарить за игру или наоборот? Ну, да, конечно. И сфотографироваться и поблагодарить за игру. А не было такого, что там... Ну, не было такого, что... Там матом покрывали. Не, не покрывали, могли сказать на путстве. После поражения, чтобы не разочаровывались и все такое. Если бы тебе предложили перейти в другой клуб, а ты кого бы взял с собой? Сложный вопрос. Смотря какой клуб. Ну, допустим, тот же самый, скажем, Лока. Ну, не знаю. Сергея Дудкина, наверное. Есть у тебя игрок в команде, с которым очень хорошо сыграть? Ну, если бы по тому сезону, который прошел, это Дмитрий Коллегов был. Нравилось играть с ним в паре. И последний вопрос. Как ты думаешь, какой будет результат в новом сезоне? Ну, мы постараемся выйти в плов. По-любому задача будет выйти в плов. Это цель, да, самая главная. А там уже посмотрим. Самые высокие задачи.